День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. И ещё раз всем здравствуйте. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. Здравствуйте. Болткоме. Вот события, да, война в Украине, конечно, очень сильно влияет. Хотя происходит это, кажется, что не у нас в стране, но всё-таки рядом, и всё это сказывается не только на латвийской, в том числе экономике, и мы видим и беженцев украинских у нас в городе, но и на поведении ежедневном, в нашем поведении. И вот люди, которые строят свои планы, которые рассчитывают брать, может быть, кредиты, займы на какие-то важные долговременные покупки, как меняется их поведение, насколько эти события уменьшают потребность в наших покупках, или же это, наоборот, подстёгивает людей, реструктуризировать свои траты. И вот об этом, обо всём мы поговорим с руководителем финансовой платформы «Алтера» с Артуром Кустином, который у нас на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Ну, знаете как, я вот как раз просматривал, как на нашей платформе вели себя потребители в первые две недели после войны, то есть, получается, последние две недели. Первая неделя была, я скажу, особенно в Латвии, у нас довольно-таки ужасная. В среднем на 21% люди хотели, ну, вообще меньше интересовались любого вида кредитом. В основном люди отказывались от кредитов, от покупки автомобиля, недвижимости, от принятия решения, чтобы делать ремонт дома или, ну, любого вида большой покупки. И зато на вторую неделю, в принципе, мы начали возвращаться обратно, я так понимаю, на девятый, на восьмой день, в принципе, мы начали возвращаться обратно, и всё в течение следующей недели почти стало обратно. То есть, мы обратно выросли на тот же уровень практически, который был. А чем это можно объяснить, такие вот такие качели? Ну, страх. Да, ну, он затем оказывается, что его... Первая реакция, как бы, всё на паузу, а потом как успокоились, и вот то, что успокоились в течение недели, вот это интересно, что времени... Тут финансовый аналитик вообще. Я же, Артур, жду, как комментария. На самом деле, Артур, почему вы умолчите, приходится вместо вас ерунду какую-то говорить? Нет, ну, вы, знаете, вы очень правильно говорите, потому что то, что с моей стороны вижу я, это статистика, но вопрос, почему так люди делают, ну, это однозначно страх, и мы очень часто говорим с клиентами именно по телефону, как я говорил, мы говорим, вот, по-моему, полторы тысячи раз в день с клиентами по телефону, и очень много, ну, довольно много людей в первую неделю говорили то, что именно вот данная ситуация их смущает, они не знают, что делать, они не понимают, будет ли работа, что вообще делать, будет ли инфляция, не будет инфляция, недвижимость пойдет вверх, вниз, будут деньги, забирать их или из банка, то есть они, ну, довольно-таки люди испугались, и потом проходит какое-то время, и мы смотрим, что сделки возобновляются, они идут, и идут, и идут, люди начинают принимать решения, что все-таки, как бы плохо это не было, и как бы все не сочувствовали тому, что происходит на той стране, то у нас на сегодняшний момент здесь все спокойно, мы продолжаем жить, у нас ничего не меняется так особо на сегодняшний момент, вот, именно сегодня, и, ну, люди начинают делать эти сделки. Конечно, есть разные прогнозы насчет дальнейших ситуаций. И что это за прогнозы? Ну, из прогнозов, в принципе, ну, инфляция, потому что очень-очень выросли, как мы знаем, цены на топливо, да и не только, и будет большая инфляция, ну, какая-то будет инфляция, там, в размере, я не знаю, может, даже 10 или больше процентов, и получается, на мой взгляд, ну, такая интересная ситуация, с одной стороны, инфляция, только не из-за того, что хорошо живем, а из-за того, что подорожало много всего, что приезжает к нам в том числе. Но в то же время, вот эти деньги дополнительные, где их достать и получить, чтобы эту инфляцию можно было бы съесть, пока что мы еще не придумали. И здесь, мне кажется, что будет очень важно, как будут работать наши коллеги, те, кто фокусируется на европейские разные деньги. То есть, если европейские деньги к нам зайдут, у нас будут европейские проекты, мы будем что-то на эти европейские деньги делать и осваивать, то, в принципе, мы, ну, и зарплату получим в данном случае побольше. Если мы не найдем способы, как получить большую массу европейских денег, тогда, возможно, будет просто тяжелее купить что-то. То есть, инфляция, на мой взгляд, она неизбежна, но вот тут вопрос о покупательской способности. В этой связи как-то изменились привычки потребления, вы заметили, по своим клиентам? Стали ли они брать деньги на другие автомобили? Ну, условно, там не шестилитровый Бентли, а какой-то электромобиль? Пока что нет. Активно мы это не видели, потому что в Латвии, я не могу сказать, что очень развита инфраструктура и электромобили. То есть, если у тебя есть частный дом, а в Латвии у людей довольно маленького количества, есть частный дом по сравнению с Европой. Ну, пока что нет. Пока что нет по электромобилям. Но мы заметили то, что у нас вот как бы в первую неделю было довольно такое быстрое уменьшение заявок по кредиту и вообще интересов людей, но повысился интерес на рефинансирование. То есть, люди, я понимаю, опять-таки же в связи со страхом, начинают думать, окей, что я буду делать дальше, а как же мне можно, ну, как-то свои деньги сейчас притормозить у себя в кармане. И эти деньги притормозить у себя в кармане, это значит, ну, к примеру, вот вы сегодня платите, там, условно, 400 евро кредит за какое-то там, ну, несколько кредитов потребительских или товарных, или автомобильных, или всех вместе, вот, и там срок, к примеру, там, 3 года или 5 лет еще платить. То в данной ситуации, ну, наверное, лучше, если так, то пока что этот кредит, или как-то уменьшить процентную ставку, поговорив к банку, или обратиться куда-нибудь за рефинансированием, или же, ну, или же получается, что, ну, просто срок, как минимум срок сделать дольше, чтобы платить в месяц меньше. Но идут навстречу, банки идут навстречу, или это можно сделать через какое-то другое финансовое учреждение? Ну, и банки, они намного реже идут навстречу, чем какие-то небанковские финансовые учреждения. То есть, ну, можно у банка спрашивать, и у небанковского в том числе. Лучше спросить у многого сразу. Артур, в таком случае просьба дать несколько советов касаемо данной ситуации, и рост цен, и грядущая инфляция. Как сейчас правильнее брать кредиты? На какую там, на какую сумму? Или рефинансировать уже взятые, и как-то попридержать себя в руках, пока все устаканится? Да, я думаю, что в первую очередь, может быть, если есть какие-то кредиты, то действительно нужно попридержать свои деньги. Это не значит, что их нужно не платить, их платить нужно, и при том же сроке, чтобы не попасть в какие-то черные списки. Но нужно просто попробовать или увеличить срок, или попробовать их рефинансировать на какой-то кредит, который подешевле, и этим же платить меньше. Мне кажется, что это самая такая лучшая вещь и для человека как такового. То есть ты тогда, когда думаешь, как тебе денег сэкономить, ты не отказываешься от чего-то, что ты ешь или чего-то, что ты потребляешь. Ты просто решаешь платить умным способом, платить меньше. Но свое качество жизни ты никаким образом хуже не делаешь. Поэтому мой всегда первый совет – это, если ты уже профинансирован, то постараться платить за ту же услугу меньше деньги. Пусть немножко дольше, но зато меньше. Ну вот на сегодняшний момент, да. Если мы увидим, что ситуация вся устаканивается, то можно пытаться обратно возвращать этот график и платить опять больше. То есть это возможно на какое-то время растянуть сроки, платить меньше, а затем вернуться к привычному графику. Это, в принципе, идут навстречу в таких предложениях. Да, 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 конечно, так есть. И вот очень частый вопрос еще насчет недвижимости, будет расти она в стоимости или нет. Ну, как всегда, стопроцентной вероятности никто не дает. Но просто если мы понимаем то, что издержки на строительство недвижимости в плане материалов, они сильно увеличиваются, то я сомневаюсь, что застройщики будут хотеть продавать себе недвижимость в минус. То есть несмотря на то, что покупательская способность, я не знаю, какая она будет, или больше, или меньше, но инфляция будет в любом случае. То есть возможно просто сделок будет не так много или не такой активный будет рынок, но я не вижу на данный момент никакого смысла ценам как-то падать или останавливаться. Что еще вот из советов вы могли бы дать? Каким образом людям себя вести, чего ожидать? Ну, я бы сказал, что если кто-то начал уже какую-то покупку, то ее нет смысла, на мой взгляд, сейчас как-то останавливать, то можно ее продолжать, потому что скорее все на сегодняшний момент думают, что что-то в будущем будет дороже, чем есть сейчас. Поэтому если что-то решили покупать, то, мне кажется, нужно продолжать это делать. А в свою очередь насчет сбережений, ну, конечно, при каком-то любом таком непонятной ситуации неплохо бы иметь какие-то сбережения в размере 3-6 месячных зарплат. Это такая подушка на случай, вдруг, если человек теряет работу и на какое-то время оказывается без финансовых источников? Ну, конечно, вдруг и вдруг, если что. Я думаю, то, что особо там прямо дольше не нужно, потому что ситуация в мире, она меняется довольно-таки быстро, и 6 месяцев, мне кажется, вполне хватает для того, чтобы ты мог даже хоть не работать, просто смотреть, что происходит, или куда-то уезжать, или еще что-то делать. Мне кажется, что больше 6 месяцев не нужно. И насчет вот этих покупок, как я говорил, что да, действительно, если начали, то, мне кажется, лучше продолжать. Я сам продолжаю. И вот еще, может быть, пример такой, что банки тоже сейчас думают о том, что, скорее всего, придется через какое-то время увеличивать процентную ставку по кредитам, потому что центральный банк сейчас думает, что, может быть, ее нужно будет увеличивать. И, ну, в связи с этим получается, что и инфляция, и процентная ставка, поэтому, возможно, сейчас кредиты дешевле, чем через какое-то время. Поэтому, если есть уверенность, если ничего в политической ситуации прям жутко плохого, еще хуже не произойдет, тогда, конечно, выиграет тот, кто сейчас, там, не знаю, возьмет кредит на недвижимость и купит недвижимость кредит. То есть, даже несмотря на то, что кажется, вот такое кризисное время, можно брать смело кредиты и останешься выигравши в долгосрочной перспективе? Ну, если не будет у нас каких-то суперполитических изменений, да. Безусловно, мы все надеемся на лучшее. А, кстати, Артур, говоря об аналитике последних недель, нам известно, что вы заметили одну очень интересную тенденцию. Как вот это кризисное время восприняли по-разному мужчины и женщины? Ну да, мы тоже заодно посмотрели. Мы и в трех странах посмотрели, в Литве, Эстонии и Латвии. И, в принципе, получается то, что, ну, женщины, они в первую неделю, они меньше, ну, как бы спрос по кредитам упал меньше от женщин. И потом, когда мы возвращались, то женщины быстрее вернулись тоже в нормальный спрос. Ну, как-то так получается, что мужчины более, больше подвержены, наверное, или такому стрессу, или просто они принимают быстрее решение, что «а, так, все, теперь я не беру», а потом «так, все, теперь я беру». Вот, женщины как-то в данном моменте получились более спокойные. Спокойные, бездержанные и более стрессоустойчивые. То есть вот то, что смеются над подкаблучниками, которые зарплату все отдают жене, в принципе, ваш опыт показывает, что все правильно делают. Женщины лучше, спокойнее разберутся. Ну, так получается, просто на сегодняшний момент действительно отличие между мужчинами и женщинами мы заметили, поэтому мы не могли просто в аналитике такого не вставить. Да, Артур, а относительно возраста, здесь не есть какие-то тоже перепады, разница между молодыми людьми, которые берут кредиты, и уже людьми в возрасте? Да, ну, тоже заметили то, что люди от 25 до 34 лет, то есть вот в этом рейнде, они как-то тоже меньше решили брать кредитов, и именно они больше упали в плане статистики, а в свою очередь люди от 35 до 64, они, наоборот, как-то более активные были. Интересная тенденция. Получается, что это мужчина от 25 до 34. Самый зашуганный, самый запуганный, самый неуверенный в себе. Ну, или же он просто быстрее всех обрабатывает информацию, у него телефон под рукой, он быстро принимает решение, так, если что, я уеду отсюда. Кстати, ну, вот более молодежная аудитория, нижний порог возраста, различные его рода кредиты, кредиты на учебу в последнее время популярны? Ну, они не становятся более популярны, чем они есть, они, в принципе, на таком же уровне. Вы имеете в виду стабильно востребованный или стабильно низкий спрос? Я бы сказал, стабильно средний, потому что у нас вот количество этих людей, которые поступают в университет, оно, ну, не то чтобы очень, но оно очень сильно не меняется, и это те же люди, и, в принципе, спрос такой же сохраняется. И цены у нас не меняются, у нас нету каких-то особых, очень огромных изменений в данной ситуации. То есть у нас сейчас идут в университет люди, кто, ну, вот родились, получается, 18-19 лет обратно, но тогда демография, она упала, но еще не настолько сильно. А самые популярные кредиты все-таки на что люди берут деньги? Ну, это пока что неизменная ситуация, то есть это автомобили, фонты квартир, покупка каких-то квартирных вещей, кухня, диваны, рефинансирование тех же кредитов, которые есть. Понятно, что если большие кредиты, то это недвижимость в первую очередь. Ну, и какие-то любого вида большие или непланированные покупки, все, что вот там несколько тысяч евро стоит, 3, 4, 5, 10. С нами был Артур Костин, руководитель финансовой платформы «Алтера» с анализом событий последнего времени и финансовыми рекомендациями. Конечно же, нужно прислушиваться к мнению профессионалов. Артур, огромное спасибо, что нашли время выйти с нами на связь. Удачи, хорошего дня. До свидания. До свидания.